Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обстрел ввелся предположительно с применением артиллерийских систем калибром 155 мм. Данные о пострадавших уточняются. Данные о пострадавших уточняются. Разрушен фасад, остекление, повреждены стены, автомобиль. Это работающее здание? Да, совершенно верно. Работающее здание, массажный салон. Внутри находились люди? Внутри находились люди, да. Рабочий день, воскресенье. Открыл окно, у меня сетку ветром сдуло, упало вниз. Я хотел посмотреть, как ее достать. В этот момент прозвучал взрыв. Полетели осколки камней, меня откинуло от окна на метр где-то, от взрывной волны. Я даже не видел, что это рассыпалось все. Напротив зданий стекла повылетали. Я видел, как осколки летели от этого дома. Удар был сильный. До этого у меня было уже, я под обстрел попадал неоднократно. И самолеты летали, и взрывы рядом были, возле первого гастронома. Ну, вот это было очень сильно. Подустали мы тут в Донецке. Десятый год. Моя мама плачет каждый день. Я просто вам говорю, как она есть. Мне скрывать нечего. Потому что у нее ноги больные. А она плачет просто от того, что где-то стреляет. Она так жалеет, что люди погибают. И просто, блин. Ну, она пережила войну в 41-м году в Западной Украине. Вернее, она в 47-м году ее в Западную Украину послали. Там бабушка русский язык преподавала. Они чудом живы остались. И вот эта война ее очень напрягает. Спасибо, что он защищает нас тут, россияне. Мы сами россияне, так сказать. Если бы не они, было бы очень плохо. У нас бы тут уже, наверное, мало кого снять.